Здравствуйте! В эфире программа «Второе дыхание». Это программа о спорте, спортсменах и здоровом образе жизни. Вот что вы увидите в сегодняшнем выпуске. Шайбу-шайбу! Сезон завершен, но хоккей в Рязани продолжается. Хаджимэ! Каратэ все возрасты покорны. Международный женский день прошел на ура. Рязанки успешно выступили на первенстве Центрального федерального округа по вольной борьбе. Рязань отметила Международный женский день 8 марта несколькими спортивными соревнованиями представительниц прекрасного пола. Юные леди соревновались в бильярдном спорте, приняли участие в турнире по стрельбе из лука, ну а самые сильные боролись на коврах. О праздничных соревнованиях по женской вольной борьбе в нашем следующем сюжете. В Доме физкультуры Буревестник 7 марта прошли состязания первенства ЦФПО по женской вольной борьбе среди девушек 1998-2000 годов рождения. Для наших девчонок соревнования прошли весьма удачно. Шесть спортсменок отобрались на первенство России, которое будет проходить через месяц в Краснодарском крае. Количество участников достаточное, было 12 регионов, представляло практически 10 странно-федеральных. Ну в целом, без травм, удача за нами была. А довольны выступлением, когда печет, да? Ну конечно, девчонки молодцы, проявили характер и саму борьбу показали хорошую, то есть в принципе тренера довольны. Мнения о женской борьбе до сих пор неоднозначны. Многие считают, что этот вид спорта весьма травмоопасен. Ну как и любой вид спорта, спорт он большой спорт, он травмоопасен весь, большой спорт. Но когда до уровня, до определенного уровня, когда до уровня мастера спорта, я считаю, что это не травмоопасен. Тем более борьба, она сама по себе, это вольная женская борьба, она не травмоопасна, как допустим другие виды спорта. Там, если даже как икровые виды спорта, там более травмоопасны. А борьба, ну есть борьба, хорошо разминаться надо, хорошо тренироваться, слушать задания тренировок. Если все это делать, то травмы будут минимальны. Но синяки, шишки, я думаю, это и на улице можно упасть, если без синяк заработать. Поэтому не травма упасена. Еще одним препятствием является общественное мнение. Ведь, как думают многие люди, борьба – это отнюдь не женское дело. Впрочем, сами спортсменки с этим абсолютно не согласны. Серебряная призерка первенства ЦФО Нина Романова занимается борьбой три года. Учится в школе и о своем выборе никогда не жалела. Расскажи про соревнования. Как вообще понравилось, как выступила? Ну, я выступила. Первую встречу я выиграла, и вторую. А когда вышла бороться за первое место, я допустила ошибку и проиграла. Заняла второе место. Ну, ты довольна вторым местом? Ну, да. Все равно добровась на Россию. Вот расскажи, пожалуйста, что тебе дают занятия борьбой женской вольной? Ну, я стала более, так сказать, стала более не бояться ничего. Вот. То есть появилась смелость. Всегда можешь за себя постоять? Ну, да, в принципе. А ты в школе учишься? Да. А вот как одноклассники реагируют на такие твои влечения? Мальчики, например, не боятся? Мальчики нет, девочки боятся. Уважуха такая. Отлично. А вот скажи, как считаешь, какие вот качества вообще нужны человеку тебе, вот, например, чтобы побеждать? Ну, во-первых, не надо бояться. Когда ты начинаешь бояться, у тебя появляется панический страх. Когда его нет, ты уже более собрана. Ты, во-первых, начинаешь гореть, когда ты знаешь, кто твой соперник. Если там КМС, а ты еще нет, у тебя уже появляется боязнь к ней. Когда ты этого не знаешь, ты более собранная. Когда ты не знаешь, какой человек с тобой уходит на ковер. Сила воли, стремление к победе. Да, сила воли, стремление к победе, это вот больше всего. Когда его нет, ты проигрываешь постоянно. Не жалеешь, что, например, там сверстники где-то там гуляют, играют в компьютерные игры, да, а у тебя вот ты занимаешься, учишься? Нет, во-первых, сверстники у меня, они в компьютерные игры играют, у них более такой уже думают, взрослые уже стали курить, пить. Я занимаюсь спортом, но я этим горжусь, что у меня нет такого стремления к пить, курить. Отлично, ну и про план на будущее расскажи. Ну, про план на будущее, конечно, на Олимпиаду, там какую-нибудь выиграть, еще что-нибудь мастера добиться. Ирина Смышляева тоже учится в школе, борьбой занимается два года. И она тоже стала обладательницей серебряной медали на прошедших соревнованиях. В секцию борьбы ее привел папа, и теперь она не сомневается в том, что навеки со спортом. Ты никогда не жалела, что пошла заниматься борьбой? Нет, мне нравится это, то есть это моя жизнь, можно сказать. Ладно, не жалела никогда. Ну, наверное, нет вообще свободного времени? Вообще нет, я всегда на тренировках, в школу не гуляю почти. Только один выходной, в воскресенье, только вот туда вот и гуляю. Так нет. Сверстникам не завидуешь, что они гуляют где-то на тренировках? Нет. Это, ну, то есть эмоции такие от спорта, то что ничего, никакие гулянки, ничего. Как тебе в жизни? Это помогает как-то? Ну, как помогает? Ну, как бы... Увереннее, может быть, себя стало? Да, чувствую себя. То есть даже на экзамен, в том году экзамены сдавали, и такое же чувство, как прямо перед соревнованиями. То есть точно так же настраивалась, точно так же. Вот. А вот как одноклассники реагируют на такое влечение? Они боятся? Да нет, говорят наоборот, что молодец, борцуха, все дела. То есть всегда знают, что ты можешь за них обстоять, да? Ну, да. А вот как считаешь, какие качества нужны вообще человеку тебе именно, чтобы побеждать? Ну, настойчивость, упорность, спортивная злость должна быть. Ну, и... Да много чего должна быть для победы. Уверенность в себе самая первая. То есть жалости к сопернице не испытываешь? Нет, я испытываю, но это плохо, и поэтому, наверное, и проигрываю. А так вот девчонки вот на уровне сборной России, там, на сборах была, вот они все очень злые. Ну вот. А вот как считаешь, они только на ковре злые или вообще злые? Нет, они только на ковре. То есть, ну, как говорят наши тренера, за ковром друзья, а на ковре соперники. Здравствуйте. Замечательно. Расскажи про кланы на будущее. Ну, пока тренироваться. Пока... Вот Россия будет у нас в апреле месяце, пока туда поедем. Отобрались мы на цифру, вот на Россию поедем. Будем тренироваться, готовиться. Словом, девчонки молодцы. И отличный пример подрастающему поколению. Так что, если у вас подрастает девочка, спортивная борьба, почему бы и нет? Ну, у нас группа здоровья, это начинаются дети все шести лет. А так, у нас девчонки приходят и 10, и 12, и 13, и 14 лет приходят заниматься. Ну, понятно, что многие приходят заниматься, в первую очередь, не просто там, а для себя, там, фигуру поправить, постройнее. Ну, в целом, потом начинают тренироваться, потом втягиваться, и получается, что выступают на соревнованиях уже. У нас даже есть в России олимпийская чемпионка, вот, Воробьева. Она пришла в 17 лет борьбой заниматься. Сейчас уже олимпийская чемпионка. Поэтому, мне кажется, в любом спорте можно заниматься. Не секрет, что спортивные контактные единоборства развиваются в нашем городе ускоренными темпами. Практически все известные на сегодня виды боевых искусств находят своих поклонников. Причем, что особенно приятно заниматься спортом, начинают ребята уже с младшего школьного возраста. Одной из секций, где также набор ведется практически с детсадовского возраста, это Рязанская региональная федерация стилевого каратэ. Объединение различных направлений каратэ под эгидой Общероссийской федерации всей стилевого каратэ, по мнению многих учителей и тренеров, безусловно, придаст импульс к развитию японского искусства по всей стране. Впрочем, в Рязани секция стилевого каратэ никогда не пустовала. Ведь одним из ноу-хау рязанского сенсея Рамиля Сакаева является набор детей еще младшего школьного возраста. Занятия с такого раннего возраста позволяют развить юным каратистам необходимые бойцовские навыки – скорость, ловкость, быстроту и уверенность в собственных силах. Поэтому и ребят, желающих встать на путь войны, прибавлялось с каждой учебной четвертью. Хотелось бы отметить, что с каждым годом все больше и больше приходит девочек заниматься. Мы этому очень рады, что девчонки тоже будут развивать свои силы духа, будут становиться сильными. Ну, конечно же, дети к нам приходят с раннего возраста, бывает даже с трех лет, ну, в основном где-то с четырех, с пяти лет. Чем тебя привлекает вот каратэ? То есть оно развивает твой характер, развивает тебя, ты сильнее становишься, увереннее становишься. Вот чем тебе так нравится оно? Наверное, я становлюсь увереннее в себе. Я занимаюсь пять лет, мне раньше нравилось только кота делать, исполнять, но сейчас мне и кумите нравится, и кота нравится. Бросать я его не буду, буду заниматься, дойду до черного пояса, буду еще больше знать, больше опыта, таланта будет, буду сильнее. На самом деле я очень дружелюбный, поэтому я ни с кем дернируюсь, а каратэ это для обороны, потому что на улице очень много плохих людей. Конечно, кому-то нравится делать формальные комплексы кота, кому-то участвовать в поединках кумите, но цель у юных спортсменов одна – регулярно участвовать и побеждать на крупных турнирах. Благодаря массовому набору в секцию рязанские бойцы без медалей редко когда остаются. Да, каратэ заниматься очень много. Чем-то даже стало напоминать те начала 90-х годов, когда каратэ только у нас в Рязани вообще по России стало так вот хорошо распространяться. Сейчас очень много детей, судя по моим наблюдениям, детей заниматься по федерациям в Рязани очень много. Искусство каратэ – это обучение самообороне, развитие тела и духа, но также развитие в спортсмене чувства уважения к себе, своему учителю и окружающим людям. Только при таком подходе, считают мастера этого боевого искусства, последуют и высокие результаты на соревнованиях. Пока же впереди у рязанских каратистов первенство города, а затем в начале весны – два крупных всероссийских турнира в Подмосковье. Впрочем, судя по настрою, очевидно, что рязанские ребята к покорению новых для себя вершин в спортивной карьере готовы. Ну а хоккейный клуб Рязань на минувшую неделю завершил свое выступление в чемпионате высшей хоккейной лиги. В 1-8 финала розыгрыша плей-офф наши спортсмены уступили Тюменскому Рубину со счетом 4-1. Однако нынешний сезон получился отнюдь неплохим. Об этом, а также о детско-юношеском турнире «Золотая шайба», проходившем на этой неделе в областном центре, смотрите далее. Борьбу за места на пьедестале почета в турнире на призы клуба «Золотая шайба» начали семь команд хоккеистов средневозрастной группы. Ребята проведут на этой неделе круговой турнир, и по регламенту каждая команда по матчу сыграет друг с другом. Сборная Рязанской области довольно молодая, и по словам тренеров, пока явно чувствуется нехватка соревновательного опыта. Семь игр пока, семь команд, семь игр по кругу будет. Ну, пытаемся в тройку попасть. Вроде шансы все есть, а там уже посмотрим. Какого возраста ребята принимают участие? И вот перспективы, что называется, вот вы рассчитываете, задачи поставлены, я понимаю, третье место? Нет, ну, не только третье место. Почему первое? Ну, просто сильные команды приехали сюда. Нет таких проходных команд, которых можно просто на одном коньке взять и объехать. Просто уровень повыше получается, и они волнуются, и не все получается у ребят. Турнир «Золотая шайба» имеет давнюю историю. Уже более полувека проходят эти хоккейные детские соревнования. В советское время со стороны взрослых клубов и спортивных функционеров этому турниру уделялось большое значение. У ребят была реальная возможность заявить о себе и попасть в состав молодежной, либо юношеской команды мастеров. Так, например, свою карьеру с «Золотой шайбой» начинали именитые впоследствии хоккеисты. Среди них Владислав Третьяк, Александр Мальцев, Владимир Мышкин, Владимир Крутов, Вячеслав Петисов. Ну, у нас уже традиции, мы неоднократно уже здесь проводим не только зональные соревнования, но и финальные соревнования на призы клуба «Золотая шайба». У нас уже как бы традиции сложилось, у нас ежегодно проводятся эти соревнования по «Золотой шайбе». В день у нас проходит по пять игр. Соревнования будут проходить с 10 по 15 марта. Победители и первое место, и второе место будут представлены в финале в городе Казани в апреле месяце. Впрочем, зональный турнир на призы клуба «Золотая шайба» уже по традиции стал географически шире своего заявленного названия. Ведь помимо юношеских команд соседних с Рязанью областей, в наш город приехали и ребята с юга России. Город Горячий Ключ, Краснодарский край. То есть приехали в свои краснодарские команды поддержать ребят своих, да? Конечно, мы родители, мамы, папы, бабушки, дедушки. Вот у нас группа поддержки большая. Мы приехали просто проверить свои силы. А там уже как получится. Что касается развития хоккей на Рязанской земле, то за последние несколько лет отмечается заметный рост числа занимающихся ребят. Влияют на это, безусловно, как успехи профессионального клуба, так и молодежной команды. В этом году хоккейный клуб «Рязань», к сожалению, в серии 1-8 финала плей-офф не смог переиграть Тюменский Рубин и выбыл из розыгрыша чемпионата высшей хоккейной лиги. Последний матч серии состоялся 5 марта на льду Дворца спорта «Олимпийский». По ходу встречи рязанцы уступали в счете 3 шайбы, однако сумели вернуться в игру, но дожать гостей из Тюмени не смогли и проиграли 2-3 в матче и 1-4 в серии. В общем, серия с тюменским Рубином выдалась по-настоящему упорной. В каждом матче хоккеисты обеих команд играли с напряжением физических сил и повышенным моральным настроем. Победа, как правило, достигалась с преимуществом лишь в одну шайбу. Напомним, что по правилам плей-офф команды играют серию из пяти игр. Впрочем, нынешний сезон, особенно на фоне неудач последних лет, для рязанских спортсменов получился все равно довольно-таки успешным. Высокое шестое место по итогам регулярного чемпионата – выход в плей-офф и участие большого числа хоккеистов в универсиаде. Ведь именно на базе хоккейного клуба «Рязань» была собрана университетская сборная России, где главным тренером стал главный тренер рязанской команды Вячеслав Уваев. И выступление на универсиаде в испанской гранаде получилось триумфальным – первое место. Причем наши спортсмены поочередно и довольно уверенно переигрывали сверстников из других стран, включая канадцев, с которыми столкнулись в полуфинале. А что касается молодежной хоккейной команды, то «Рязанская молния» завершила сезон на победной ноте и 10-м месте розыгрыша первенства молодежной хоккейной лиги «Б». Несмотря на то, что молодежка не сумела попасть в розыгрыш плей-офф, но этот третий сезон в конференции «Запад» получился удачнее всех предыдущих. Десятое место из 17 команд – пока лучшее достижение в истории клуба. И что немаловажно, движение – это поступательное. До этого было 12-е – последнее место в дивизионе по Волжье в сезоне 12-го и 13-го годов. И 11-е место из 14-ти – позади остались только снявшиеся соперники – в дивизионе «Запад» в первенстве 13-го и 14-го годов. Также можно отметить, что вторую половину дистанции «Молния» провела намного лучше, нежели первую – 50 наборных очков против 39-ти. То есть шла по графику выхода в плей-офф. И на этом на сегодня все. Будьте спортивными, будьте активными. И пусть у вас всегда открывается второе дыхание. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА